всем привет свечкуевки севастополь северная сторона машину поставить негде вот уткнули заблокировали ворота на строительство новой школы сегодня выходной но если что позвонят я думаю не не вызовут эвакуатор пойдем с центрального входа посмотрим зайдем рядом с катиным столбом что такое катин столб или катькин столб это екатерины великой вдоль того как она шла из петербурга в крым вдоль всего пути ставили такие столбы мили екатерининская миля еще называют вот это один из столбов который в крыму располагался их раньше было много осталось всего несколько один из них вот здесь на северной стороне воскресенье конечно все забито более после крещения мы мы вот были на крещение только что да на южной вот на паром не рискнули ехать поехали через инкерман да решили чтобы она будет быстрее хотя не знаю подскажите местные севастопольцы как как вообще в такие праздничные дни паром нормально работает или долго перевозится сделала но вообще смотрите как красиво кафе заполнены то есть общепит пользуется спросом народ катается малышняк смотрите как здорово это только 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 вход это кстати фастфуд пахнет фастфудом миля екатерининская все качели заняты пойдемте посмотрим все тематические площадки спортивные детские что-то вообще есть потерялся басик игрушку игрушка потерялась это помнишь мы заказывали у василька не было басика ходовой товар что тут есть и по дорожкам да то есть центральный который плиточкой выложены и есть на цепные которые их пересекают можно к ним там подойти здесь первая детская площадка пойдем туда сразу на северной стороне севастополя квартиры всегда были дешевле чем в центре да и в той стороне вот за счет того что трудно добираться это паром или в объезд через инкерман сейчас здесь открылся огромный парк здесь сейчас построится школа здесь развивается инфраструктура а когда-то еще в будущем до построит вантовый мост через севастопольскую бухту квартиры возрастут цене очень прилично как они все карабкают на лет так высоко уже почти до верха добралась в паутине там карабкается на нашу никто на голову не наступил вот сейчас смотрю вот прям на руку конечно же все надо попробовать экстремальные тоже это подготовка космонавт господи кошмарку ну давай пробуй такая штука интересная креативная и она приближается к классной новой площадке еще одной вот эти лежалки очень любит она ну как вы видите очень пользуется спросом парк вообще местные жители очень долго его так сказать выбивали да хотели чтобы здесь был такой парк потому что на северной стороне не было ни одного парка где можно было бы погулять вот пора поразвлекаться да это было просто как лесополоса такая после войны тут местные жители сами высаживали этот факт каждого объекта на площадке написано кто может пользоваться со скольки лет и с каким весом и что нельзя тут разбрасывать мягенько суперовое покрытие такое что пружинистая вообще класс ага интересные да деревья у меня набрали придется пуском бежать ну так быстрее согреешься смотрите здесь вообще территория детей прямо они в восторге здесь и скалодромы здесь и турнички здесь огромный центр вот этот который такой комплекс трубой как в аквапарке только только без воды ничего себе вот это рой это как муравьиный дом как муравейник настоящий вы посмотрите там и взрослых катаются я такой толпы еще не знаю не видел это на самый лучший парк севастополя вот как обещали кстати спасибо общественникам севастопольским кто курировал этот парк они за следили что все было хорошо красиво они выстрадали этот парк они его отбили еще при украине от застройки так что молодцы спасибо им опа ку-ку вылазь классно везде все прорезиненное видимо ну видно что качественный материал сделан удобно сделаны вот эти вот зоны игровые здесь вот такие крутилки на веревках и скалодром по всей по всему как сказать по всей окружности до качели есть тоже лазилка паутинчатая и вот такая тоже качеля тоже я нагрестая на весь в очередь я буду пока там бегать ужас да ничего крутись такой мини веревочный парк там троллей это все это очередь на троллей хороший парк большой такой кстати кто помнит мы летом показывали было два выпуска сучкуевки и в любимовки были вот мы тогда еще снимали в пансионате здесь номер кому интересно глянуть а ссылки оставлю в описании подсказки сверху помимо пансионата снимали еще инфраструктуру на пляже все что там предоставляют ну всякие развлекухи очень много чего сняли очень интересные ролики кто не видел рекомендуют это круто я такого парка если честно не видел здесь совсем для малышей конце и края нет этим аттракционом какой-то мини диснейленд тоже для малышей такое мини полянка это что взрослым можно нет не можно я бы я просто стала канадка да такая ну троллей это что троллей ну давай хорошо за кем ты вот надо приезжать когда никого нет среди недели особенно плохую полоту все твои карусели лайфхак что нравится тебе парк да так я на готовится на старт я прям боюсь все так тормозят кого побольше веса прям уху-ху спасибо да Ничего себе! Быстро очень, отхотето было бы еще. А очередь очень добрая. Несправедливо. Несправедливо. Чего тут только нет. Хорошо сюда вы положили деньги, качественно. Да, при поддержке президентства Москвы. как вы, местных общественников прийти в Севастополе. Ну, в общем, видно, что добротно сделано, качественно, не знаю, по крайней мере, то, что я вижу, его так активно все используют, активно играют на этих всех делах. Да я думаю, это такая радость. Теперь северная сторона привлекает не только туристов, но и всех местных севастопольцев и вообще из всего Крыма. Очень многие, я вот слышу, идут, они сюда первый раз приходят, местные, видимо, потому что с другой стороны добираться, мы приехали посмотреть там. Типа, чтобы приехать погулять сюда, вот посмотреть, какой тут парк сделали. Так что еще не все, даже севастопольцы, здесь побывали. Нет, ну это для маленьких, пойдем дальше. Бежу, чем таких вот островков, вот этих лазил, вот типа подвесного парка, много, очень много. Прям там, 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 там посложнее, попроще. Но вот это, ты говорю, Яна, там сейчас ты упадешь, что там, что там? Я говорю, там троллей. Бежали туда скорее. Так, что-то здесь вырастет, такие маленькие кустики. Причем разные, двух видов. Кора. Вот это называется активный отдых. На природе, считай. Согласись. Свежий воздух, с моря дует морской бриз. Если не сильно дует, конечно, то бывает тут сильно дует. Пожалуйста, дети активничают. Это же прекрасно. А в конце парка выходишь на пляж. Так, переходим на другую сторону. Что у нас здесь? Ну, площадка. Дальше какая-то сцена, да? Там что-то продумано. Да, да. Это типа, ну, как эстрады, как для событий всяких. Музыкальные, может, там что-то. Так, вокруг парка патрулирует полиция, вон, вижу. Так, красивенько, по-современному. Так, это что там в ЭЦЕСТОЕ СТОЧКО? Да, туалет есть. Туалет бесплатный. Так, вот это у нас тут сцена для всяких мероприятий. Здесь люди будут сидеть, наблюдать. Кстати, смотрю, вот тут дальше, через дорогу, получается, зона, получается, барбекю, типа, мангальная, да, то есть тут столики стоят. А что, там мангалы есть? Нет, но вообще сюда, по идее, люди приходили на всякие праздники просто пожарить шашлычок. Когда тут еще такого парка не было, ну, был парк, но вид у него был такой не очень. Вот, и тут приходили шашлыки, жарили, и все. Вот им устроили здесь мангальную зону, где тут можно посидеть, покушать, что-нибудь перекусить. Как говорится, все для людей. Вот, да. А вон я вижу холм, там, походу, роллер-дром. Да, 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 там много всяких для скейтеров, роллеров и прочих активных таких товарищей. На лесном самокате? Вот, где энергию туда делают, да? И мама чья-то решила. Класс, вот это тема. Много видел всяких роллер-дромов, но такого я не видел. Это вообще круто. Здесь, наверное, куленмовые зависают с утра до вечера. С маленькими колесами, да, для этого и надо. А то я на вот своем рейсере, вот с такими колесами, вот, было так, и они стираются. А вот эти маленькие, я не спрашиваю, не вижу. Нет, они, это резина, каучук. Вы заметили, что это все без шума? То есть мы слышим только, как немножечко колесо, да, идет по этому, по поверхности. А у нас сделали в Пеннерском парке такой громыхающий. Там рядом дома, жилые, я не знаю, нет, она в шоке. Да, такое должно быть везде. Да, да. Смотрите, столик для пинг-понга. Просто так. Это же круто. А еще здесь есть специально отведенное место, обустроенное для выдула собак, представляете? Это очень круто. Мне кажется, в любом парке это должно быть. Потому что у нас, например, в Пеннерском парке и в новых скверах уже владельцы собачек, конечно же, пошли и обновили наши парки и скверы. И, конечно же, мало кто забирает продукты жизнедеятельности своих питомцев с собой в пакетик. Это ужасно, если честно. А здесь для более мелких. Тоже такой каток. А здесь у нас что? Ага. Здесь специально для пацанов. С одной стороны детские уголки, то здесь уже более для взрослых, тренажеры. Пожалуйста, занимайтесь спортом на свежем воздухе. И, конечно же, в парке есть площадки ГТО с нормальным прорезиненным покрытием. Поехали. Вот это круто. Беговая дорожка. Смотрите, какая. Здесь можно эти грудак подкачать. Супер. Тоже выставляется все. Что за урбаникс. Урбаникс. Супер. Прорезинальный. Очень классный. Будет зеленое, красивое, цвистеть будет. Я представляю. Да, здесь вообще классные. Такие клумбочки. Смотри, и тут такая зона тишины больше. Тут для прогулки можно посидеть спокойно. Там вопли детей отдельно. Там катаются на всяких роллерских делах. А вообще дальше-дальше сидят себе спокойненько кушают под тентом. А там купаются. Пляж полная, вся инфраструктура. Вообще супер. Это место будет очень крутым. Квартиры тут уже, наверное, выросли в цене. Я думаю, да. Вот это звук, слышишь? Это, знаешь, психоделика какая-то, да? Прикол. Пойдем Янину искать качелю. Наверное, не побоюсь этого слова. Это, наверное, единственный качественный социальный проект в Крыму, да? В плане марков, да. Просто взрыв мозга. Да. Капец. На вот эту вот одну качель и вот эта вся очередь стоит. Я не знаю, сколько мы тут простоим. Это минут 40 минимум. Да ладно, слушай, ты чего прикалываешься? Ну, конечно, но это я на безлимитное. Вот люди накатаются раз, следующее накатаются, следующее. Вот тоже классная тема. Катание на бревне. Здорово. Это я понимаю. Это не бревно, казалось, это такой толстый канат. Ничего себе. Кто-то уходит, кто-то приходит. Толпы. До сих пор стоим вот в этот циркуль, в этот очереди. Это просто жесть. Боже. О, Яна. Я ее уже потеряла тут глазами. Смотри, сидит. Самая востребованная качеля в Учкуевском парке. Простояли, наверное, часа полтора в очереди. Что не сделаешь в воде ребенка? Отталкивайся давай. Опа. В сторону. Нормально? О! Подходили с Яной и думали, что это за цветочек такой. Оказывается, там дальше такой же. И тот, кто откуда кричит, тот слышит. Вообще такой прикол. Вообще клево. Я уверен, что мы еще не все посмотрели. То чувство, когда понимаешь, как должно быть, какое должно быть качество. И уже после этого парка, я думаю, мы уже остальные будем оценивать немножко по-другому. Вспомнили, как у нас в Ялте делают парки. Два сквера сделали. Садовый и Ломоносовский. Уже там люди ходят. Да, хотя бы люди уже выходят. Это хорошо и прекрасно. Вот кто-то писал, по безопасности качели должны быть на цепях, а не на трубах металлических. Вот у нас даже в Ялте сделали металлические. Я вообще не пойму, с чем это связано. Но здесь все четко, все круто. И хочется большое сказать спасибо всем россиянам, которые работают на бюджет страны, благодаря которым у нас происходят такие изменения. Которых мы не видели очень-очень долго. Никогда. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.